Это легендарный автомобиль, который в быту, точнее в народе называли инвалидкой. И каждый раз, когда его видишь, хочется процитировать слова известного фильма. Ну где же, где же этот чертов инвалид? Не шуми, я инвалид. А вот и главный герой. Чтобы полностью погрузиться в мир гайдаевских комедий, и Барнаулиц Анатолий Коныгин, он же бывалый, приобрел эту старую инвалидку у знакомых в селе Новоегоревское. И, кстати, инвалидкой этот автомобиль называют не случайно. У него полностью ручное управление, педали отсутствуют. Двигатель от Иж-Планеты стоит, одна цилиндровая, двухтактная. Ну, максимум летом развивал 45 км в час. Всего за несколько часов это видео стало вирусным. Оно обошло абсолютно все социальные сети нашей страны. Но сейчас мы сходим и посмотрим, откуда же взялся этот автомобиль. Пойдемте. На улице настоящий мороз, но в этом доме по-настоящему жарко. Здесь сейчас проходит тематическая вечеринка, посвященная фильмам Леонида Гайдая. И давайте лучше познакомимся с этими персонажами и у них выясним, что здесь происходит. Константин. Здравствуйте. Царь просто царь. Товарищ царь, представьтесь, пожалуйста, остальных. Это моя супруга, единственная Марфа Васильевна. Марфа Васильевна. А вы предлагаете всем вылечиться? Да. Ульяна Андреевна. Граждане, храните деньги, если они у вас есть. Да, в сберегательной кассе. В сберегательной кассе, да. А вот у этого персонажа, все вы его знаете, это секс-символ советского кино с перламутровыми пуговицами. Помните, пуговица точно перламутровая? Да, перламутровая. Подбирали специально перламутровую, да. Анна Сергеевна я не виноватая. Он сам пришел. Как обычно не виноватая. А вы представьтесь. Спортсменка, комсомолка, просто красавица. Ниночка. Имейте в виду. У нас есть такая. Со мной не вся часть нашей команды. К сожалению, трус отсутствует. Но он у нас есть. Он настоящий. С нами есть. Балбес. А бомбарбия, правильно, да? Киргуду. Вот, бомбарбия, киргуду. А к вам как обращаться, правильно? Зиночка. А это муж мой, Шурик. Святой человек. Ну, я вижу, что вы святой человек. Вот у вас сразу нимб такой над головой. Единственное, наши зрители не сразу его узнали, потому что вы слишком молодо выглядите. Что с вами случилось? Ну, машину времени по фильму же я изобрел. Вот и получилось, что я молодой, красивый. Будем надеяться, что все мы будем молодыми и красивыми. И пожелаем, чтобы в новом году счастья было у всех. Константин Ганов, Дмитрий Козерлыга. Новости.